всем привет сегодня у меня в гостях паша репин а это значит что будет реальный разбор нового жека паша привет привет друзья сегодня мы разбираем такой жилой комплекс с очень интересным названием суха приорити пас вот такой вот дом свитком вообще надо сказать что всем наверно интересно что такое сухо да я пытался погуглить и сопоставить это как-то с концепцией семейного дома точечной застройки пока все что я нашел это small office home office то есть типа там какие-то коворки для фрилансеров и вроде как это не соответствует концепции самое интересное что есть еще такой район да у нас в манхэттене и где он и в лондоне в том числе и это место для тусовок для богемы бывший производственный район я честно говоря не знаю фантазию маркетолога но я не нашел с чем сопоставить это в плане концепции дома и происхождение слова сухо поэтому ребята мне кажется просто взяли красивое слово и налепили его себе на стену но у меня тоже на самом деле такое впечатление сложилось что слово красивая звучит здорово сухо ну классно патса в этимиологии да но зачем куда-то лезть но вот паша не поленился залез посмотрел что обозначает собственно говоря значение этого слова но даже бы не то чтобы значение а где она вообще встречается откуда пошло и возможно мы чего-то не доглядели может быть кто-то в комментариях нам напишет с тобой что за что что обозначает в контексте этого же к что она подразумевает и почему это джека назвали именно сухо потому что у нас с ним совершенно другие ассоциации да почему я немножко поясню да ну чтобы зритель понимал хотя это может быть придирка к названию но сейчас все же называются как-то а с другой стороны как говорил капитан врунгель как корабль назовешь так он и поплывет как вы яхту назовете так она и поплывет ну короче говоря мы покажем ничего это такое чего мы нарыли а пока в общем то наверное дальше пойдем давить чем мы будем на название останавливаться но именно такая история да бог с ним давай про дом значит дом это я так понял свечка отдельно стоящая такая штуковина среди других кстати говоря штуковин прям рядом со школой рядом со школой французской гимназии 39 или в принципе я думаю что позиционирование как раз кстати это плюс 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 можно сразу же во французскую гимназию да наверное если как бы именно в эту школу хочется то это несомненный плюс дорогие гости давай тогда про локацию где находится дом что вокруг и вот то что там заявляют на сайте правда ли это что-то сам скажешь на сайте я скажу тебе копирайтер потрудиться аки боженька можно то есть молодец вообще прям я хочу его контакты у кого есть просто так упаковывать в общем как написано на сайте это автовокзал метро дворы утопающие в зелени 10 минут до метро да да дворы утопающие в зелени соседние на самом деле как бы там есть здание военкомата какого-то 52 года рядышком через дорогу до получается что какая-то производственная часть которую застраивает несколько застройщиков там и белорецкий и иландский дворик то есть на самом деле вот этот формат он туда как-то вклинился и глядя на вот это пятно застройки я по дубль гисту тебе скидывал картинку у меня ощущение что там далеко не все еще воткнули то есть и на сегодняшний день там не только дворы утопающие зелени мы я думаю сделаем кадры на локации вот но и как бы сказать что есть гарантия что те виды которые тебе обещают в этом доме сохраняться в сторону там ботаники и так далее у меня вот большие сомнения на этот счет то есть как бы и плотной застройки скорее всего изменится слишком лакомый кусок но это исключительно гипотетически то есть мы покажем картинку и я думаю что такой кусок без внимания не останется короче локация это автовокзал рядом французская гимназия рядом торговик достаточно большой рядом метро рядом весь транспорт который в принципе у нас есть в екатеринбурге даже такси здесь хочется отметить что автовокзал то у нас ведь с тобой временно там находится то есть сейчас же строят золотой транспортно-пересадочный узел автовокзал перемещают туда а вот эту всю историю застроит так это скорее всего на плюс что автовокзал уберут мне кажется нет каждый решает сам что ему от этого дома нужно наш по ним нужно понимать что автовокзал это там на ближайшие года три в том виде в котором есть дальше какая-то застройка еще какая-то застройка я уверен что вся история с золотым автовокзалом задевалась чтобы оттяпать этот кусок для гринвича и застройки его застроить домами но то есть там плотность повысится да безусловно и как бы это нужно учитывать выбирают этот формат окей ну как бы вот прокомментировали значит дальше это точечная застройка то есть это не квартал то есть получается тот двор про который идет речь в роли рекламных это это примерно та же история что мы с тобой обсуждали в высоте до его приподняли на стилобат потому что другого места не было там еще есть и комментарии о том что часть территории граничащих с начальной школой 39 вот это вот гимназии вот она вероятно будет предусмотрена для жителей то есть мне кажется маркетолог там красиво пишет но при этом подстилает солому что возможно мы не договоримся с администрации у вас этого двора не будет но в целом надо сказать что в плане вот какого-то там зонирование да в том в том в том на контуре который у них доступен ребята умудрились там и паркинг тиснуть один подземный второй какой-то неподземный что там с в общем неплохое количество парковочных мест создать как от этого но в действительности функционировать будет вопрос но как бы заявленный класс жилья в плане там пропорции парковочных мест он соответствует я вот еще хотел спросить вот у меня перед глазами два примера примера же к кандинский смели пусечным двором так и они сделали его очень прикольно ну реально очень вкусно подожди подожди это первый пример и туда зайти правда очень приятно и посидеть приятно и находиться там приятно даже на маленьком питочке они реально застроили кровлю там вот всякими озеленили там на меры посадили наверх умудрились супер вообще правда они столкнулись рассказывали с кучей проблем там их ветром роняет и так далее но они решили то есть там бюджет понятно что большой теперь у меня есть второй пример это геометрия застройщик тен да мы все про него знаем и там тоже на стилопате они обещали двор сделать короче говоря двора нет там маленькая территория чуть-чуть побольше чем я думаю ты добавишь ссылочку на свой сюжет и пусть люди посмотрят как обязательно добавляться так вот два примера перед глазами да все обещали красиво но вот эти выполнили но понятно у них бюджет дом премиум класса там понятно какая публика там живет то есть ну квадратный метр дорого стоит а в геометрии видимо не потянули то ли денег не хватило то ли чего и они этот двор не сделали как ты думаешь вот здесь же ситуация по объему похоже тоже точечная застройка тоже стилобат вот что ты думаешь будет здесь по факту я надеюсь что это будет не уровень геометрии но безусловно ждать кандинского там не стоит смотри передо мной сайт открыт вот прям я вот открыл чтобы так сказать ничего не упустить не приврать да и чтобы наши зрители тоже могли зайти на сайт сохо кстати сайт называется сохо priority точка ру и так читаем просторные квартиры комфорт-класса а сейчас внимание на видовых этажах жилого дома сохо ну то есть получается что квартиры комфорт-класса будут только на видовых этажах а видовые этажи только с 20 20-24 этаж короче говоря последний блок вот они друзья вот они эти квартиры тут всего четыре квартиры на этаже правильно куда а вот остальные этажи друзья но чтобы но как бы адекватно ситуацию оценивали все что ниже 20 этажа это однушки и двушки правильно но еще три а есть а одна трешечка езда да и получается что на этаже 9 квартир до 8 8 8 квартир маркетолог написал что это все разделено на блоки по 4 квартиры но все-таки их 8 да то есть в 4 лифта будет стекаться 8 квартир кстати неплохая характеристика ну при нынешних условиях да и при соседстве которая там есть типа там белорецкого где студии мама не горюй сколько и квартир соответственно это действительно там в на фоне того окружения которое есть это приоритя а значит дальше читаю но вот здесь еще много чего написано мы ценим внутреннюю свободу и целеустремленность наших будущих новоселов уважаем личное пространство и потребность лучшей инфраструктуре поэтому обращаем как бы да-да-да-да-да-да-да квартиры с привилегией приоритип пас наша особая гордость но вот это интересный прецедент может быть может быть но там вот типа с телефоном ты подходишь и тебе Нет, вопрос в том, что первые до 20 этажа построены, это потолки 2,7 метра, отделка white box, то типичное, что есть там во всех домах, которые претендуют на звание комфорт-класса. А вот еще 4 этажа они решили создать с черновой отделкой, со свободной планировкой, с вот этими 4-мя всего квартирами на этаже без всяких блоков и потолками 3 метра. И разграничить потоки людей, то есть вроде как ты, если не приорити, то у тебя карточка, которая тебе не повезет на 21 этаж, потому что ты как бы это не заслужил, что называется, видов выше 20-го. И вот как эта история зайдет, учитывая, что у тебя весь этаж нарезан под нижнюю часть, а потом ты из того, что можно сляпать, делаешь большие квартиры, вот тут уже к тебе вопрос, как к мастеру планировок. Я думаю, что стоит разобрать большие квартиры приорити, они получились специфичными. Но в остальном соседство вот такого класса жилья с черновой отделкой, с 3-мя метрами и обычных вайтбоксов, это первый прецедент в городе, поэтому будет любопытно туда прям сходить и пообщаться с жителями. Есть ли какой-то вот дискомфорт диссонанса, назовем это так. Но в принципе это же такая история в мире достаточно нередкая, когда наверху, ну а-ля пинхаусы. Но он обычно один этаж. Туда едет свой собственный лифт. Ключевой свой собственный. Да, здесь не собственный. Здесь, насколько я понимаю, это типа у тебя карточка просто не даст тебе уехать на тот этаж, куда ты не заслужил. Да, но тот, кто купил квартиру на верхних этажах, он может куда угодно приехать. Да, но он может в том числе 21-22 лет. Да, а те, кто снизу, они наверх не могут попасть, потому что у него нет волшебной карточки. Да, у него карточка настроена так, что не действует. Слушай, ну вот если на эту тему порассуждать, честно говоря, мне кажется, что это так себе история, потому что, ну вот я живу на 9-м, мне зачем ехать на 21-м? Ну так, чисто логически, ну вот зачем? Я пример приведу. Вот есть у нас ЖК Женева, да, и мы делали там квартиру, например. И вот я общался с заказчиком, он рассказал, что у нас хотели такую же систему ввести. Ну то есть она была запланирована, и она даже есть. То есть получается, что каждый может зайти только на свой этаж, ну по карточке. Ну да, это типа вот огней, которые там выдают. Да, и ты в другое место, все, отменили ее, она не работает, жители отказались. Видимо, бегают друг к другу в гости там, и эта фигня мешает. Ну короче, это просто вот живой опыт, не знаю, как здесь будет работать. Будет любопытно посмотреть, потому что, ну, это первый опыт такой в городе, на мой взгляд. Окей, а как ты думаешь, вот такая достаточно плотненькая заселенность, или это не плотненькая заселенность, вот 8 квартир на этаже, вверху 4 квартиры на этаже, много ли это людей для одного дома, это опять человейник или как, или нормально пойдет? Да нет, почему, здесь же важное количество лифтов, да, их все-таки 4 на 8 квартир, это неплохая история, тем более там всякая история интеллектуальный запас лифта, который ты вот только заходишь, то есть там попытались сделать какие-то вещи с программированием всего этого оборудования, я думаю, что это немного. Часть парковочных мест со спуском лифта, то есть ребятам пришлось лепить то, что получилось на участке. В паркинг тоже можно спуститься, да, на лифте? В часть парковочных мест можно. А, в часть. В часть парковочных мест нужно прогуляться по пространству двора. А, понятно. Представляешь, те, которые со спуском в подземный парк, миллион сто стоят. Ого! Миллион сто. У меня вчера шары на лоб полезли, когда делал продаж, сказал такую стоимость. Ну, серьезно. Слушай, ну на фоне Нагорного полтора миллиона парка-места, ну... Ну, давай не сравнивать локации. Ладно, погнали дальше. Приори Типас разобрались, с парковочными местами разобрались. Значит, если хотите из лифта прямо заходить в свою машинку, спускаться туда... Успевайте покупать. Да, успевайте покупать за миллион сто. Сейчас, в нынешних условиях, мне кажется, это вообще не цена, вообще ерунда какая-то. Более того, я вам скажу, друзья, даже если вы не успеете там купить, надо бежать и покупать вообще любые парковочные места. Потому что, если вы посмотрите сверху, вообще, в принципе, на этот район и дом, где находится, он настолько плотно застроен и будет еще плотнее застраиваться, то машину ставить некуда. Это точечная застройка, никто не беспокоится о том, чтобы ты свою машинку где-то припарковал. Рядом дома, у которых никогда не было парковки, и они паркуют, где придется. Это любой район, скажем так. На сегодняшний день, наверное, выручает парковка на торговом центре. Ага, попробуй оставь. Да, но... Там платить будешь больше, чем за... Ну, там, как сейчас делают, там, как бы, 3 часа бесплатно. Эквонный эвакуатор. Потом, значит, плати. Смотрите, как здорово пишут. Квартиры видовые, то есть видовой дом видовый, но они пишут очень аккуратно и грамотно, я считаю. Видовое расположение на 20-24 этаже. Ну, правильно, ниже-то ты ничего не увидишь. Там рядом тоже многоэтажки стоят. Ну, нет, все-таки в сторону центра, если смотреть, здесь 10 этажки стоят, поэтому там уже с 15 этажа, наверное, неплохо будет видно. Хорошо, раз ты сказал про 15 этаж, то с 15 этажей ты будешь видеть ровнехонько последние этажи панелек, которые там. Ну, вот прямо вот их крыши. Горизонт, нормально. Я готов даже вид оттуда снять, нормально получится. Запомнили, да? Свободные планировки от 88 до 148 квадратных метров. Ну, слово свободное, это всегда условно? Свободное. Ну, да, санузлы закреплены как минимум. То есть мы же все понимаем, что свобода, она у нас не совсем свободная. Ну, то есть я хочу сказать, что когда вы слышите, что у нас свободные планировки, это не значит, что вы можете там накрутить как вам угодно. Потому что жилищный закон Российской Федерации запрещает переносить ванные и санузловые точки в другие места квартиры. Поэтому вот где они есть, там они и есть. Кухонный гарнитур вы можете располагать только в зоне кухни. Переносить вы его никуда более не можете. Только на зону коридора. А на зону коридора вы его перенести не можете, потому что тут опорные конструкции, вентиляционные шахты. И все, в общем, больше некуда его переносить. В общем, свободный, на мой взгляд, но это не только касается Соха, а вообще любого дома. То есть свобода вот в чем заключается. Вы купили квартиру, приходите, а перегородок нет. Это называется свободной планировкой. Но вам один фиг придется поставить перегородки, скорее всего, так, как они были раньше. Ну, либо обратиться к нам, и мы вам придумаем новое расположение перегородок. Я считаю, это надо делать, потому что мы делаем прямо планировки. Ну, прямо вот из вот этого, прям замечательные вещи, да. Я тебе из практики скажу, свобода на самом деле людям. Лепят, что хотят, и жилищный кодекс их не особо волнует. Ну, вообще-то надо, надо. Я за соблюдение закона. Читаю далее. Всего 4 квартиры на этаже. Ну, это мы с тобой уже обсудили. Это касается 20-24 этажа. Все, что ниже, там 8 квартир на этаже. Далее. Панорамное остекление и высота потолков 3 метра. Это тоже касается только высоких квартир. Все, что ниже, 2,7. И остекление обыкновенное. То есть, это не во всю стену. То есть, это окна, просто окна. Ну, они, да. Ну, они, возможно, побольше, чем обычно, но это окна. Четыре уровня системы безопасности. Это мы тоже с тобой вроде бы обсудили. Не, мы проговорили, что это попытка реализовать те инновационные решения, которые планировал до этого другой застройщик. Ну, здесь вроде как, да. То есть, доступ по смартфону, Face ID даже. Но мы не понимаем, будет это или нет. Поэтому жизнь покажет, как говорится. Слушай, вот здесь я хочу тебе предложить взять вот тот YouTube-ролик, который там сейчас закачан, и просто его сохранить себе. Сохранить себе. Потому что все, что есть в интернете, уже не удалишь. И мы с тобой, если что, через годик встретимся. На этом сухой будем. А мы сейчас покажем этот ролик. Лица застройщиков, да. Вы его посмотрите, а потом мы вернемся к этому вопросу. Добрый день, уважаемые жители Соха. Как вы видите, за моей спиной продолжается строительство жилого дома. На сегодняшний день мы приступаем к реализации одной из важнейших опций. Это современная система безопасности. Данная система отвечает нынешним требованиям безопасности и готова к любым обновлениям в ближайшие годы. Четыре ступени доступа позволят вам не беспокоиться о безопасности ваших близких и вашего имущества. Система максимально удобна, интуитивно понятна, а стоимость ее обслуживания средняя по рынку. Так как управление находится в одних руках, техническое обслуживание не требует дополнительного персонала. Для того, чтобы попасть на территорию Соха, вам необходимо иметь при себе только мобильный телефон. Разблокировали экран и двери открылись. Ну а если вы приехали в Соха на автомобиле, процедура та же самая. Разблокировали экран и ворота поднимутся автоматически. Ну а если ваш мобильный телефон сел, то все вызывные панели оснащены функцией Face ID. Вы подходите к вызывной панели, смотрите в камеру и дверь открылась. Это мы говорим про удобство. Но основная тема жилого комплекса – это безопасность. Если жителю попасть на территорию достаточно легко и удобно, то посторонним вход закрыт. Любой из вариантов попадания на территорию или дом защищен от копирования. И самое главное, что его нельзя подделать. Даже если злоумышленник заполучил ваш брелок или телефон, он не сможет скопировать ваш идентификатор к себе и прийти завтра на территорию. Важная особенность Соха – это то, что все элементы безопасности, такие как видеонаблюдение, систем контроля доступа и домофония, сводятся в одну единую систему на пост к охраннику. И он сможет оперативно среагировать на любое передвижение злоумышленника или непрошенного гостя. Также система записывает и запоминает все, что происходит на территории посредством видеонаблюдения и контроля доступа. При этом, если вы ждете гостей, сервисную службу или строителей, сгенерируйте им QR-код, который действует ограниченное количество раз и отправьте любым удобным для вас способом. Таким образом, они смогут попасть на территорию и в дом. Для въезда и выезда из паркинга мы предусмотрели все те же самые способы – лицо, телефон, QR-код. Ну а если вы старовер и привыкли использовать простые стандартные брелки, есть такая возможность. Теперь о брелках. Их основная особенность в том, что их нельзя скопировать и насоздавать кучу конов. Ну а если вы потеряли брелок, он будет удален из системы, а вам выдадут новый. На сегодняшний день это одна из самых безопасных и современных мировых систем. Как только вы заходите в подъезд, лифт уже спускается к вам. И далее кабина сама определяет, на какой этаж вас везти. Выходя из дома, вы можете вызвать лифт заранее, с монитора или с аудиотрубки, и он уже поедет на ваш этаж. В каждой квартире Soho будет установлено абонентское устройство, к которому можно подключить 4 мобильных телефона. И вы сможете совершенно спокойно отвечать на вызов или открывать дверь, сидя на диване или находясь в любой точке мира, например, на Мальдивах. При желании аудиоустройство можно с легкостью заменить на видеомонитор. Все те же самые камеры вы сможете просматривать на экране мобильного телефона, где бы вы ни находились. Как нам кажется, в Soho найден идеальный баланс между безопасностью и комфортом. Идем дальше, друзья. Значит, по сайту я иду прямо по сайту. Далее слово, от которого меня начинает немножко потрясывать. Планировки. Но здесь не просто планировки, Паша. Здесь премиальные планировки. Понял? Друзья, я хочу поставить ролик некой Александры Бурдаковой, которая отвечала лично за планировки в этом ЖК. И они у нее получились. Ну, насколько они премиальные получились, это, я думаю, стоит записать отдельный ролик, потому что достаточно длинно получится. Весь мир ускорился, и у нас больше нет ресурса раздумывать над покупкой месяцами. В Soho мы сделали все, чтобы выбор квартир был легким и быстрым. Я Александра Бурдукова. При проектировании Soho планировки квартир были в моей зоне ответственности. Когда мы проектируем дом, который будет вводиться через три года, мы должны жить в будущем. Давай по ценам. Давай. Вообще, сколько это все стоит классное? Надо понимать, что цены, которые заявлены у застройщика на сайте сейчас, по большей части это низкие этажи. То есть там уже про виды речи не идет. Но глобально при той начинке, которую, я надеюсь, они дадут, я бы сказал, что стоит обратить внимание, потому что я посмотрел на вторичном рынке условный Яландский дворик, где вообще никакого приорити даже в названии нет. Там люди уступают квартирой без отделки за 100 тысяч метров квадратно. Здесь можно большие квартиры приобрести за 110. Ну, то есть разница не супер. Не супер великая, но по начинке, если она будет реализована в таком виде, тут уже стоит подумать. Безусловно, это для тех, кто не стремится к квартальной застройке с насыщенной инфраструктурой первых этажей, потому что тогда уж куда-нибудь в квартал Федерацию, либо уже ближе к юго-западу в жилые комплексы. Но в остальном, при вот таком количестве квартир, я удивился, Белорецкий, Белорецкий с своей нарезкой студией тоже просит за комнатные квартиры больше сотки за метр. То есть в таком окружении, при таких характеристиках, я думаю, что стоит обратить внимание, в том числе, на крупные квартиры. Ну, то есть ты хочешь сказать, что цена более чем вкусная? Она интересная для себя, что называется. Никакой инфекционной составляющей в ней уже не осталось, но если вы жители окружающих домов, утопающих в зелени, и захотели сменить себе на что-то приорити, то можно обратить внимание на большие квартиры, даже на фоне вторички трехлетней давности, оно смотрится довольно адекватно. Ну, вот, друзья, проводите сравнительный анализ. Правда, Паша вот уже за вас его сделал небольшой, но если вам этого недостаточно, кстати говоря, можете к нему обратиться, он вам поможет подобрать, провести вот такой анализ и помочь с квартирой. Но опять же, это речь идет о нижних этажах. Чем выше, тем дороже, правильно? Ну, даже большие квартиры, вот эти вот там, приорити, ну, 110 тысяч метр квадрат. Ну, в принципе, нормально. За метро, за трехметровые потолки. От стадии черновая отделка, в которой они сдаются, до чистовой тоже еще какую-то денежку надо довести, но зато вы, в принципе, всю свою планировку сделаете под себя. Круто. Это опять плюс застройщику, ребята. Давай про застройщика поговорим. Кто такие? Ну, вот это, кстати, тот случай, когда, наверное, никто не понимает, что за СК «Союз» вообще. И в городе-то они у нас там начали развиваться сравнительно недавно, то есть из их проектов до этого это же «Жилой дом-навигатор» рядом с аквапарком. Сейчас они строят там же, на Уктусе, дом Уктус. То есть вот ребята из одного класса переметнулись в какой-то другой и до этого вообще область застраивали. Но в целом мы сейчас видим дом с сдачей в конце 2022 года. Может, вставим фотки по его готовности. В принципе, ребята, судя по всему, успевают. И, судя по количеству квартир, неплохо попали в целевой аудиторию. Ну, то есть ты хочешь сказать, для ребят, которые были такими региональными застройщиками, ну, или областниками, для них это прям такой целый квантовый скачок вперед. Ну, не квантовый, но заявка на новый класс, скажем так, это примерно как с «Атлас Девелопмент» и «Айтауэром». Главное – инновационность оставить при себе, и все. Хорошо. Ну, то есть что ты можешь про него сказать? Вот с какой точки зрения. То есть это надежные ребята, они держат свои обещания, ну, то есть берегут свое доброе имя или им пофигу, как мы знаем уже теперь некоторым застройщикам нашего города. Не будем рекомендовать. Я продавал квартиру в «Навигаторе». Понятно, что рендеры были чуть краше, чем получилось на самом деле, но для своего ценника, заявленного на фоне конкурентов, получилось то, что неплохая история. Правда, они там свою отделку предлагали за какие-то не самые адекватные деньги, но в остальном я считаю, что вот этот вот дом «Соха», если у ребят есть какие-то планы на похожий класс жилья, вот для них станет ступенькой для оценки их компетенций в классе чуть повыше. Ой, боюсь я на это в последнее время вообще обращать внимание не стоит, потому что все они хотят, все они планируют, но что-то как-то… Да упираются в экономику. Но как-то далеко не все. Но мы будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему, что я тебе могу сказать. Да, тогда давай про зеленение, про которое ты уже пять раз сказал, потому что это важный момент, сейчас все обращают внимание на территорию, окружение, брусник и прямо взорвало там рынок именно вот этим, то есть вот этой вот красотой, ландшафтным дизайном. И они продолжают, кстати говоря, в этом плане держать планку, каламбурчик получился. Не знаем, как пойдет дальше, но будем надеяться, что будут. Все так же хорошо, прекрасно делать. Правда, лично мне вот эти вот дворы-колодцы не нравятся. Ну это же по сути дворы-колодцы, чуть-чуть побольше, чем в Питере. Я просто бывал, и там, когда дети играют, например, внутри, это капец, вот это эхо. Ну... То есть звуку деться некуда, он между стенами домов, и если у тебя окна во двор, ты просто офигеваешь, например. Если ты хочешь посидеть в тишине, то не ждите этого, этого не будет. Я предлагаю поставить еще один ролик, благо застройщик нас с тобой снабдил информацией по самой «Немогу». Кстати, это тоже плюс застройщику. В условиях большого города зелень и тишина воспринимаются как атрибут роскоши. И для нас было особенно важно создать легкое и экологичное пространство, чтобы подчеркнуть премиальность жилого дома СОПа. Меня зовут Ольга Новицкая, и я ландшафтный дизайнер. Наша команда больше 10 лет ежедневно создает живое городское пространство. Дымовая территория СОХа разноуровневая, и перед нами стояла глобальная задача подчеркнуть функцию каждой отдельной зоны и наполнить при этом всю территорию воздухом, динамикой и гармонией. Важно было сделать ее комфортной для жителей разных возрастов. В качестве живой коновы мы тщательно подбирали растения, чтобы сразу создать акценты. Очень красиво и одновременно просто, когда растения сменяют друг друга от сезона к сезону и при этом не требуют сложного дополнительного ухода. Мы сразу работали еще с одной волей у жителей новостроек, когда люди заезжают в голый двор и ждут годы, пока деревья окрепнут и станут украшением. Мы используем крупномерные деревья и быстрорастущие кустарники. Создаем комфортную среду уже здесь и сейчас. Территория СОХа поделена на несколько зон, и в каждой мы подобрали свои растения. На первом уровне находится парадный вход. Он лаконичный, но запоминающийся. Здесь будут квадраты из кизильника с многоствольной липой и гортензиями. В центре голубая ель. Это максимально понятное, красивое и простое в эксплуатации растение, уместное в любое время года. Если посмотрите, вокруг нее специально нет кустарников, чтобы в Новый год ель можно было украсить и даже вводить хоровод. На верхнем уровне создан приватный парящий двор для взрослых и детей. Для функционального деления зоны отдыха и детской площадки мы используем только растения. Это зеленые стенки из елей, берез и кустарников. Вокруг детской площадки мы предусмотрели растения без плодов и колючек, чтобы родители были спокойны за детей. Отдельная лестница из верхнего двора ведет в нижний сад. Здесь мы создаем островок тишины для взрослых. В саду можно вдохнуть аромат лета или отдохнуть с очтением книг. Нижний сад и верхний двор – это словно два параллельных мира. И по оформлению, и по назначению. В новостройках редко выделяются места для отдыха взрослых отдельно от детской площадки. Для взрослых это ценно, и в СОХО такая идея реализована. Вокруг гостевой парковки все просто – садим крупномерные растения и поддерживаем общую концепцию максимального озеленения. Наша жизнь многогранна и наполнена совершенно разной фактурой. И в СОХО мы создавали свою уникальную среду для экологичной, ресурсной и комфортной жизни. Через большое количество живых растений мы оживляем дом задолго до того, как в нем появятся первые новоселы. Мы создаем СОХО добрую и теплую атмосферу, которую жители обязательно почувствуют. Паша, ну вот мы посмотрели на прекрасные сады Семириады, да? На картинках. На картинках, да. Но, кстати, сейчас это такой тренд, да? То есть все рендерят красиво, научились. Всем надо отдать должное. Все на это покупаются, а потом вот как бы… У меня есть ролик классный с юристом, который советует, как себя вести на этапе покупки квартиры. Ну, чтобы потом вот как бы не получить как тын со своей геометрией, да? Ну, по крайней мере, попытаться хотя бы немножко подстраховаться, чуть-чуть. Я предлагаю на примере СОХО ввести эту рубрику. Полгода спустя заявиться к жителю. Так и будет. У нас еще есть несколько видео здесь, которые нам рассказывают про окна, например. То есть окна Рихау обещают, кстати говоря. Какой-то там еще специальной линейки. Да, это неплохо, кстати говоря, да? Рихау – это же хорошо. Ну, не премиальный бренд. Мне кажется, Шуков все-таки это более такая история… Ну, и дом не премиальный. Заявлено-то у нас что? Приорити. Ух ты, елки-палки. Все. Делайте выводы. Всего лишь Рихау. Ну, слава богу, что не деревянные, как в хрущевках ставили, да? Ну что, подведем итоги, друзья. Итак, у нас в городе строится новый дом, который называется СОХО. У всех разные могут быть ассоциации с этим словом, но в целом, если от этого абстрагироваться, то какая разница? Красивое название. Дом находится в районе автовокзала. Не всем подходит эта локация, но я знаю многих людей, у меня есть знакомые, которые именно там только и рассматривают это место как для жилья. Потому что там вот французская гимназия, к слову, там, ну, короче говоря, там много есть чего. Поэтому по локации вы сами, конечно, решайте, подходит вам это или нет. Весь доступный транспорт рядом, полно всяких кружков, учебных заведений, там, садиков, больниц, всего на валом. Следующее, это точечная застройка. По мне, это не айс, но кому-то и нормально. Ну, мне не очень, мне все-таки больше нравится история с закрытыми какими-то своими дворами, где можно выйти хотя бы на лавочке посидеть. Но, опять же, это, как бы, выбор каждого, да? Выбор покупателя, да. Это 24-этажный дом, который разделен на две части. Правильно я понимаю? Первая часть для всех, 20 этажей для всех, а последние 4 или 5 для избранной. Вот как раз вот Soho Priority. Это вот последние 4. Поэтому, ну, что сказать, копите деньги, покупайте там, где повыше, и, возможно, вы будете, так сказать, баловнями судьбы. Ну, что, на этом все, ребят. Если мы что-то не прокомментировали, вдруг по какой-то причине забыли. Вопросы внизу. Вопросы внизу, поэтому пишите обязательно в комментариях, задавайте свои вопросы. Кстати говоря, напишите, что бы вы хотели по поводу того, что нам еще разобрать. Паша готов вообще на все. Он, потому что знает про все. Ну, правда, опытный чувак. Поэтому я вот удивляюсь, сколько много информации в его голове по поводу всех этих объектов. Причем, я так понял, ты сознательно выбираешь объекты, которые не сотрудничают с риэлторами, чтобы я расширял свою экспертизу. То есть высота, Нагорный, Сохо, все, погнали. Ну, в общем, все на этом. Паша, тебе спасибо большое. Молодец, как всегда. Изучил, рассказал. Ставьте лайк, если понравилось видео. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Пока.